Вчерашние удары ВСУ по мостам между Херсонской областью и Крымом и ход контрнаступления Украины обсудим с консультантом Комитета Верховной Рады по безопасности и обороне, экспертом Украинского института будущего Иваном Ступаком. Иван, приветствую вас. Да, Наталья, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Мы тоже рады видеть вас, как всегда. Иван, давайте начнем со вчерашних ударов по мостам Чангарскому и Геническому. В командовании ВСУ подтвердили, что удары нанесли украинские военные. Известно ли уже что-то о масштабах повреждений? И почему именно эти мосты? Расчет на то, чтобы перекрыть поставки топлива и боеприпасов? Или это информационная, психологическая атака? Нет, смотрите, это уже не информационная атака. Нет, ни в коем случае. Это уже действительно полномерное вынесение логистики Российской Федерации. Чтобы логистика вышла из чата. Обеспечить такие удары, такое количество ударов по этим двум мостам, чтобы они полностью прекратили свое существование. По ним нельзя было перевозить продукты питания, боеприпасы, перевозить раненых с материка на территорию Крыма. То есть всячески обеспечивать ведение военной операции со стороны Российской Федерации. Вот сейчас Украина в процессе этого уничтожения этих переправ. Я не могу сказать вам про техническую сторону, насколько он сильно поврежден, потому что требуется осмотр специалистов, но есть только российские специалисты. Но по фотографиям видно, что мост частично непроходной, частично повреждены опоры. Но тем не менее Российская Федерация, скорее всего, либо наведет понтонный мост рядом, либо попробует, как это было с Херсонской областью, закладывать вот эти вот отверстия, попаданий большими листами металла толщиной в 10 сантиметров. Ну, такая себе заплатка. Вот некоторые эксперты проводят параллели с ударами по Антоновскому мосту и Каховскому, после которых россияне покинули правобережную часть Херсона. Как прекращение движения в Чангаре генически может повлиять на ходы контрнаступления? Ну, смотрите, пока это делается для того, чтобы Российская Федерация не могла вовремя подвозить к фронтам, опять же, топливо, боеприпасы, технику, ремонтировать ее. Как только будет нарушено это снабжение, как только оно станет неритмичным, тогда и продвижение украинских военных будет намного быстрее, намного интенсивнее. Сейчас оно продвигается настолько быстро, насколько это возможно, опять же, в целях бережного отношения к нашим военным, к нашей технике, потому что огромное количество минных полей, огромное количество артиллерийских обстрелов. Когда окончательно эти мосты будут либо полностью повреждены, либо полностью уничтожены, вот тогда мы почувствуем на себе, как продвигается наша военная. Иван, а удары по мостам, использование надводных дронов, это новая тактика ВСУ? Да, смотрите, все, что связано с надводными ударами, это все делает украинская контрразведка. Это такая разработка наших контрразведчиков вместе с классными техниками, классными изобретателями. Несколько видов этих надводных дронов было. Первая такая эволюция, вторая, третья. Значит, если начинали сначала с 300 килограммов взрывчатки, то сейчас это уже почти полтонны, на секундочку, под 500 килограмм. И я могу больше сказать. В прошлом месяце Пентагон одобрил передачу Украине комплектов Starlink для бесперебойной связи наших подразделений. Все предыдущие комплекты, в чем разница, они в ручном режиме могли отключаться Илоном Маском, и он не разрешал, чтобы эти комплекты использовались за пределами зоны ведения боевых действий. То есть можно предположить, что эти комплекты, 500 комплектов, это и будет 500 надводных дронов, которые, кстати, управляются и координируются именно Starlink, для ударов по военным объектам на Черном море. То есть потенциально 500 ударных дронов есть у Украины. Воздушные силы ВСУ накануне сообщили, что пуск ракет по Украине был осуществлен с территории Беларуси. Действительно ли Беларусь активнее участвует в войне? Смотрите, пока подтверждения официального нет. Вчера действительно наш генштаб опубликовал твит о том, что вот ракеты летят из Беларуси. Но есть такое подозрение, что как вариант, ракета пролетала на Беларуси просто как транзитная зона, как такси, да, проехала и все. То есть в Беларуси пуска не было. Вторая версия, возможно, это была обманка радиоэлектронная, такая помеха запущенная, с целью создать впечатление украинских военных, что летит ракета из территории Беларуси. Как раз сейчас над этим наши военные работают, разбираются, был ли действительно пуск или его не был. Если он был, то я думаю, что будут соответствующие меры реагирования. Ну и придется пожалеть об этом тем, кто запускал. Может ли это как-то быть связано с уходом в Беларусь Вагнера? Смотрите, Вагнер сейчас действительно такая большая деструктивная составляющая для, в первую очередь, не для Украины, нет. Это для стран Запада. Польша, Литва, мы видим, как постоянно брязкает оружием, как Лукашенко периодически хотят они сходить в Жешу, да, или на Берлин сходят. То есть, да, это такие стендаперские шутки такого престарелого диктатора, но тем не менее они вводят там. Ну не то чтобы в панику, а в напряжение страны Запада. Правильно делают, что напрягаются. Вагнер по разным оценкам там называют 2000 человек, 5000, даже 10 тысяч такая цифра звучала. Но, опять же, я не связываю их нахождение с пусками этими по территории Украины, если они действительно даже и были. Иван, скажите, а вот контур наступления идет два месяца, слишком медленно, говорят западные аналитики, и западная пресса об этом много пишет. Из этих публикаций создается впечатление, что наступление едва ли не провальное. Можно ли назвать это медиакомпанией? Я вам скажу так. Ровно год назад, практически в это же самое время приблизительно, в западной прессе тоже были сообщения о том, что продвижение наших военных практически остановилось, идут позиционные бои, перспективы не видно. Это писали западные аналитики. Но буквально через несколько недель произошел прорыв, и мы смогли освободить Харьковскую область, значительную территорию, а потом уже был освобожден город Херсон. То есть западные аналитики, которые находятся за 7 тысяч километров от линии ведения боевых действий, они видят не так, как это происходит на самом деле. То есть наступление идет до минной поля. Я вам скажу так. Есть такая оценка. На один квадратный километр российских позиций приходится порядка 1500 мин. 1500 мин на один квадратный километр. Поэтому это катастрофическая цифра. Наши военные в буквальном смысле на пузе разминируют минные поля. Поэтому, конечно, он затягивается. Мы хотели быстрее. Но происходит так, как это идет. Иван, та же западная пресса недавно писала, что ВСУ якобы отказалась от стратегии наступления, предложенной Западом. Это действительно так? И в чем был просчет аналитиков НАТО? Я поясню. Есть простой ответ на ваш довольно-таки сложный вопрос. Все западные стратегии строятся по такому принципу. Если взять, например, голливудское кино. Чарли, Браво, я на земле. Требуют огневой поддержки. То есть прилетает огромное количество авиации, уничтожает противника. И после этого пехота выдвигается вперед. У нас нет такого количества авиации. У нас нет огромного преимущества в артиллерии. Поэтому, конечно, западная тактика просто не работает у нас. Я уверен, что наш генштаб самостоятельно планирует так, как это нужно, так, как это уместно с учетом тех реалий. Поэтому, смотрите, после войны все западные генштабы, академии будут еще перенимать этот опыт и по-новому оценивать ситуацию и вносить коррективы в свои планы. Украина получила, хоть и с опозданием, западное вооружение. Те же леопарды, например. Но очевидно, что кардинальную картину боевых действий это не изменило. Это война. Это война вооружений или человеческих ресурсов? Смотрите, я поясню, почему нет такого большого прорыва. Танки леопарда, челленджеры, кстати, еще не появились на фронте. Их еще не было. Это британские танки. Ну и Абрамса еще не было. Пока идет разминирование минных полей. Там разные расстояния. Есть 5 километров минные поля. 10-15, есть такие цифры называются. Когда будет произведено разминирование, когда будут сделаны проходы, и тогда техника сможет быстро заехать в эти проходы, попасть на российские позиции и показать себя в деле уже. Сейчас она просто действительно очень удобная мишень для российских артиллеристов, для российских летчиков, которые видят танки, которые столпились возле минных полей, пытаются проехать гуськом. Они очень удобны для поражения. Поэтому себя эти танки еще не показывали. Вы говорите о возможном прорыве. Скажите, о каких сроках может идти речь? Про сроки, смотрите, здесь невозможно что-то говорить. Все сроки, когда начинают подгонять наших военных, это дополнительные жертвы, это гибель наших ребят и девчонок, это травмирование наших ребят и девчонок, это уничтожение нашей техники. Поэтому, да, оно медленно, оно ползучее, но это, знаете, как асфальтоукладчик. Он не гонится за скоростью. Он знает, что рано или поздно доедет и раздавит то, что находится впереди. Поэтому мы верим, донатим и ждем прорыва. Иван, в России готовятся мобилизовать новые ресурсы. На это направлено, в частности, повышение призывного возраста. У Украины есть еще резервы, именно людские? Да, я думаю, людские резервы есть. Российская Федерация направлена на не увеличение армии, как они рассказывают, они направлены на возмещение тех потерь, которые были несены Российской Федерацией. Вот я вашим зрителям скажу, которые с недоверием смотрят, хочется задать им вопрос. А где российская армия, та бравая, те 170 тысяч человек, которые заходили в Украину при официальных потерях Российской Федерации, как они заявили, там 6,5 тысяч. Где эта армия? Зачем потребовалась гибридная мобилизация прошлым летом? Зачем потребовалась частичная мобилизация осенью? По разным оценкам было набрано от 250 до 340 тысяч человек. Где все эти люди? Зачем вам набирать еще людей? Это значит, что они заканчиваются, что они уничтожаются на фронтах. Но, к сожалению, россияне такие большие вопросы себе не задают. Иван, а вот говорят о новой волне мобилизации. Как думаете, будет? Смотрите, все делается для этого, видите, в принудительном порядке. Повестки рассылаются в электронном виде, запрет на выезд, арест имущества недвижимости разнообразнейшего. То есть, такие коральные меры. Пытаются набирать людей с использованием частных военных компаний, олигархов привлекая, чтобы они платили. Люди не идут. Даже вот за деньгами, за пропагандой, вот деды на палке, дед воевал, фашистов убил, не идут. Вот с этим связаны все принудительные мероприятия. Вернемся к Вагнеру, его уход с территории Украины. Как-то отразился на ситуации на поле боя? Ну, смотрите, Вагнер, костяк. Я не говорю о зэках. Зэки – это просто мясо. Костяк, действительно, это очень серьезное подразделение. Мы с уважением относимся. Не то чтобы с уважением, но с уважением, да, можно так сказать. Потому что врага нельзя недооценивать. Очень профессиональные люди. Это Сирия, это Ливия, это Центральная Африканская Республика. Они воевали, это в Малии воевали. Очень серьезные снайперские подразделения есть. Поэтому действительно они делали результат на фронте. А теперь обратите внимание. После ухода Вагнера началось отрицательное наступление российских войск на Восточном фронте. 25 мая Евгений Пригожин отрапортовал. Бахмут, он же Артемовский, ну, в российской интерпретации, был взят, но буквально через несколько дней после выхода подразделений Вагнера начались проблемы у российских войск. Их начали окружать. И вот как раз в процессе окружения этот идет этап. Иван, огромное спасибо за то, что нашли время. Ответят на наш вопрос. Спасибо, что позвали. Это был Иван Ступак, эксперт Института будущего Украины. До встречи. Спасибо. Спасибо.